А что вам напоминают эти пышные сладкие лепешечки со вкусно открытой начинкой сверху? По мне это настоящая ностальгия, которая напоминает беззаботные детства в садике и шубутные школьные дни. Делюсь своим рецептом вкуснейших ватрушек, они настолько вкусные, что домашние просят приготовить пару раз в неделю. Если не соблюсти один важный момент, то ватрушки станут как булочки для бургера, круглыми. А что за важный момент, узнайте в этом видео, обязательно смотрите до конца. Из 1 кг муки получается около 20 штук ватрушек. Нужна еще теплая вода 400 мг, кефир 200 мг, 1 яйцо, соль чайная ложка, сахар около 100 г, маргарин 100 г и дрожжь 1 столовая ложка. Желток 1 яйца я убираю, чтобы смазывать ватрушки. А сахар я растопила в теплой воде, поэтому вода у меня мотная. Теперь замешиваем тесто. Все наши ингредиенты отправили в муку и замешиваем руками. Мягкое тесто накрываем крышкой и даем отдохнуть в теплом месте на 40 минут, чтобы увеличился в объеме в 3 раза. Готовим повидло из сухофруктов, на которых я варила компот, но желательно делать из чистых, не вареных сухофруктов. Так будет намного вкуснее. Также я хочу сделать творожную начинку. В творог ложу 1 столовую ложку манки и немного сахара по вкусу. Манка в творог ложится для того, чтобы начинка хорошо держалась. А в повидло я добавляю абрикосовый джем, чтобы вкус стал более насыщенным и сладким. Итак, наше тесто очень хорошо поднялось, увеличилось в объеме в более чем 3 раза. Смазываем руки растительным маслом, обминаем наше тесто, чтобы лишний углекислый газ вышел и делаем заготовки. Берем небольшие кусочки теста, собираем в такой аккуратный шарф и ложим на смазанным маслом противень. Это очень важный тот самый момент, который важен, чтобы получились именно красивые формочки ватрушек. Накрываем чистым полотенцем и оставляем на расстойку где-то на 20 минут, чтобы они тоже увеличились в объеме около больше чем в 2 раза. А теперь, когда они вот так поднялись хорошенько, стали пышные, дном стакана проделываем такое отверстие, а затем смазываем пышным желтком. Накладываем нашу творожную начинку где-то по пол столовой ложки на каждую булочку. А вот такое у нас повидло получилось. Тоже наложили очень хорошо, не жалея. И отправляем печься в духовку где-то на 35 минут при температуре 200 градусов. И получаем вот такие воздушные вкуснейшие ватрушки. С вами был канал For Dinner TV. Спасибо большое за просмотр. А если вы еще не подписались, сейчас самое время подписаться, чтобы оставаться с нами. Смотрите другие вкусные рецепты на нашем канале. Готовьте с удовольствием. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok